Всем добрый день! С вами сегодня Михаил. Мы поговорим о результатах 18-го тура в первой лиге чемпионата по футболу Христианской футбольной лиги. Вы все знаете, что 17-й тур был перенесен в связи с плохой погодой. Поэтому, несмотря на то, что формально 18 туров прошло, у большинства команд сыграно по 15-16 игр. Некоторые команды, допустим, Самсона и Аркады сыграли по 17. Все остальные еще имеют пропущенные игры. Эти игры будут играться в ближайшие какие-то недели уже в таком более частном порядке. Поэтому таблица будет обновляться. Заходите на сайт ХВЛ, смотрите за обновлениями, смотрите, как играют ваши соперники или друзья. Сейчас же мы поговорим о 18-м туре. Первая игра, которую мы рассмотрим, очень интересная игра. Арсенал встречался с Аркадой. Аркада отомстила им, можно сказать. Выиграла 2-1. Игра была очень такая непростая. Команды, будем говорить так, играли на встречных курсах. Было много потерь мяча. И вот все-таки Аркада, судя по всему, начинает находить свою игру. Они забили 2 гола. Сначала открыли счет. Потом уже, когда Арсенал сравнял, они забили второй гол. И одержали победу. Победа была непростая, но она столь нужна Аркаде, потому что они уже просели. Просели в таблице. Надо как-то догонять лидеров. Вот, собственно, они сделали к этому уже первый шаг. И, наконец-то, у них победы сравнялись с поражениями по количеству. Кто бы мог подумать в прошлом сезоне, что в этом году так все сложится. Но они молодцы. Выиграли в гостях. Выиграли 2-1. Арсенал так высоко забрался, что им пока что какое-то поражение не особо портит картину. Я думаю, что они еще поборются и за первое место, и за какие-то другие. Может быть, как минимум за свое второе место они постараются сохранить. У них все для этого есть. Следующая игра была не менее интересная. Барусия встречалась с СНВ. Барусия, вот я во всех каких-то анализах, тура, вот я всегда говорил, это очень волевая команда. Ребята, они очень спокойные. Даже когда они проигрывают, для них это не трагедия, если они проигрывают. То есть они не сдаются, но при этом они не мучаются на поле от того, что вот мы пропустили гол, что же теперь будет. Как это делают, допустим, какие-то другие команды. Вот. И в этой игре было примерно так же. Значит, Барусия открыла счет, открыла счет. Вот. Потом пропустила гол, но, несмотря на это, дожала, дожала соперников, дожала очень сильную техничную команду СНВ. Вот. И одержала победу. Вот. Здесь момент, я думаю, присутствует исключительно такой психологический, потому что команда СНВ, она... Вот они, ребята, потехничнее Барусии, но они где-то, может, более такие чуть-чуть нестабильные по сравнению с соперником. А соперник как раз крепкий. И, собственно, вот в этой игре нервов они их превозмогли, будем говорить так. Вот. Заслуженная победа Барусии. Барусия поднялась на 12-е место. Тут внизу таблицы идет жаркая борьба. Уже выяснение отношений по всем фронтам, так сказать, идет. И вот следующая игра. СССР встречалась с Титаном. Тоже СССР на последнем месте идет. Титан, ну, не на последнем, но в такой последней группе, в замыкающей. Никто не хочет терять очки, тем более с принципиальными соперниками. СССР борется. Пока не успешно, но борется. Команда барахтается изо всех сил, старается. Они забили первый, первый забили гол в первом тайме. Ушли на перерыв, введя в счете. Но во втором где-то, где-то подсели, ошиблись и пропустили два мяча. То есть, ну, Титан забивает. Титан такой непростой тоже соперник. Вот. Они оторвались, соответственно, еще. Вот СССР ушли дальше еще из вот этой опасной зоны. Вот. В принципе, в принципе, все по игре. Победа Титана неоспорима. СССР пока вот все-таки, если бы им поменьше пропускать. Свой гол они могут забить. Но сзади, сзади пропускают очень много. Трудно сказать, была ли игра СИА против Оптимы сенсацией. Мы знаем, что Оптима Фарм победила 2-0. Я могу так сказать, что вообще счет, конечно, не совсем по игре, поскольку у СИА было много моментов забить. Но при этом, при всем, Оптима сейчас просто летит. Команда поднимается все выше и выше в таблице. Они уже делят второе место с Арсеналом. Они идут на самый верх. И то, насколько солидно они сыграли и предыдущую игру СИА, и вот эту. Я должен сказать, что мне кажется, у нас начинается борьба за первое место. Если раньше СИА шла просто без всяких вопросов, без всяких изъянов, ничью у них выцарапать было трудно, то сейчас, насколько хорошо идет Оптима, насколько они спокойно обыграют соперников, забивают много голов. И уже вот одну очку разницы. Правда, у СИА еще игра в запасе, но там где-то эти очки могут потеряться. То есть наверху таблицы будет борьба тоже очень сильная. Мне кажется, пока что еще заранее гадать, конечно, но мне кажется, что две заветных путевки в вышку разыграют вот эти три команды СИА, Арсенал и Оптима, которые сейчас и находятся на первых трех местах. В конце игры, в конце игры, во втором тайме забила Оптима два гола, додавили. Где-то выстояли, где-то им повезло у себя дома, и потом додавили, выиграли и вот уже обострили ситуацию вверху таблицы. Легенда два. Обыграла со счетом 5-0 команда UBF, многострадальная команда UBF, в которой ничего не получается. Ну, тут даже как бы трудно сказать, даже трудно сказать, какова заслуга, собственно, легенды в таком счете. UBF пропускает много. Много и все время. Почти 50 голов. То есть это даже больше, 48 голов за 15 игр, это даже больше, чем 3 мяча за игру. Но это чересчур много. То есть мне кажется, что ребятам из UBF надо как-то пересмотреть свою тактику. Я думаю, они для начала должны попробовать сыграть просто на 0-0. Не надо идти вперед, просто сидеть у себя дома. Это, конечно, неприятно отбиваться, всегда хочется атаковать, бить по воротам, но учитывая проблемы в обороне, учитывая количество голов, проблема же не в том, что проиграли. Проблема в том, что в очередной раз очень много пропустили. Мне кажется, что надо пробовать, пробовать сыграть просто на 0. Для них ничья сейчас была бы очень неплохим результатом. Поэтому на данный момент пока это не так. Легенда спокойно выиграет. За последние 10 минут 3 гола. Никакого противостояния здесь не вышло. Подол встречался с Катанзаром и сыграл ничью 0-0. Подол вот так немножко притормозил, наделал ничьи в последнее время, но в основном это потому, что ребята совсем немного забивают. Вообще по забитым голам они в лиге четвертые с конца. Даже Катанзара забивает больше их, хотя обычно эта команда много не забивает. То есть они и правда пропускают почти что меньше всех. Меньше них пропускает только Сио. Благодаря этому они набирают очки. Но вот в последнее время они сыграли два раза с Каштаном ничью, сейчас ничью. То есть соперники побеждают, соперники немножко уходят вперед. Подол уже откатился пока что на шестое место. Игра против Катанзара была сложная. Команды в основном не давали друг другу играть. Достаточно успешно. Гасили порывы атакующие. Но в принципе у каждой команды было по одному моменту. И тот и другой момент были связаны с ударами головой по воротам. И в одном и в другом моменте прекрасно сыграли вратари, отбив мяч. Так что грубо говоря, и по игре там была ничья, может не 0-0, но не больше, чем 1-1. Я думаю, что в равной степени обе команды могут быть как довольны, так и недовольны этой ничьей. Наверное, Катанзара все-таки больше довольна этой ничьей, поскольку в первой игре, в первом круге они проиграли, а сейчас вроде бы как в ничью сыграли. То есть вроде как улучшили свой результат. Так или иначе, результат игры закономерен. Команда КВФК разобралась с Каштаном, и это очень интересная игра, очень интересный результат. Каштан выигрывал после первого тайма, все шло как надо. Мы знаем, что Каштан быстро забивает. В многих играх Каштан в первом тайме спокойно забивает гол и потом не нервничает. Так произошло и сейчас, хотя у КВФК были пару моментов. Но после перерыва те моменты, которые были, все-таки им удалось забить. Они забили целых три мяча. Все это дело в конце, за последние 10 минут. Так бывает в футболе. Игроки Каштана наверное где-то немного дрогнули. Где-то они не ожидали, что вот прямо так раз, два, три все залетит. Но вот это футбол видимо преимущество в один мяч. В такой лиге, как первая лига наверное это достаточно шаткое преимущество. То есть команда не должна отходить назад, а должна стараться все-таки отодвинуть мяч от своих порог. КЛФК приблизился, сравнялся с Каштаном по очкам и плюс имеет игру в запасе. потенциальная команда на четвертом месте. Сейчас же они делят четвертое и пятое из Каштанов. Последняя игра, о которой мы поговорим это игра Самсона и Ливерпуля. Здесь Самсон уверенно победил. Забили два гола. Ливерпуль если я не ошибаюсь в пенальти один мяч отквитал. Но по большому счету игры контур игры какой-то Ливерпуль не предложил. Надо сказать, что команды будем говорить так, Ливерпуль рассчитывал небезосновательно на очки в этой игре и учитывая борьбу за выживание, которую они ведут, зря, зря они конечно этих очков не набрали. С другой стороны можно ну не как в оправдание, а скорее указать специфику этой игры была уже очень плохая погода. Была очень плохая погода, было уже плохое поле и где-то может это кому-то сыграло на руку, ну кому это могло сыграть на руку, только тем, кто первые забили голы. Собственно на один гол только Ливерпуле хватило. Вот таким состоялся этот тур, 18-й тур первой лиги. Матчи были очень интересные, результаты я бы сказал еще более интересные. Сейчас межсезонье, однако мы знаем, что большинство команд должно сыграть еще по две игры, некоторые по одной игре, некоторые по три игры. Ливерпуль вообще четыре игры должен еще сыграть. То есть в ближайшие недели будут выравниваться результаты уже доигрываться эти туры, приходите посмотреть игры. Много интересных еще игр будет. Продолжение же чемпионата будет скорее всего с конца августа. Тогда уже будет 19-й тур и мы когда он состоится мы конечно же рассмотрим его результаты и встретимся с вами снова. Спасибо, до свидания, играйте в футбол. Субтитры Продолжение следует...